Итак, 14-й международный кинофестиваль «Соль земли» открыт! Кинозал фестиваля документального кино «Соль земли» расширился на весь мир. Второй год подряд он проходит в онлайн формате. Торжественную церемонию открытия, как и всю программу конкурса, можно увидеть на официальном сайте. Причем подключиться можно из любой точки мира. В прошлом году зрители были не только из России, но и из нескольких европейских и азиатских стран. С приветственным словом к участникам и зрителям обратилась глава «Самары» Елена Лапушкина. Благодаря кинофестивалю мы можем окунуться в историю, заглянуть в укромные уголки России и зарубежных стран, увидеть героев и события прошлых лет и наших современников, чья жизнь по праву может быть примером для многих. В этом году на конкурс поступило более 300 фильмов. 67 из них отобрали в финальную программу. Документальные фильмы традиционно представлены в пяти номинациях. «Здесь и сейчас» времена не выбирают. «Русский собор», «Чти отца твоего» и «Матерь твою», «Камагридэше». Лучших будет выбирать экспертные жюри, состоящие из киноведов и заслуженных деятелей искусств. «В фестивале, где всегда царит атмосфера любви и уважения. Всегда в этом фестивале есть такие фильмы, что всегда покарают зрители. И, конечно, на стилистику надо обратить внимание и самому выражению художественных форм». В программе запланированы не только конкурсные кинопоказы, но и спецпоказ 34 фильмов о христианстве, о спортсменах, людях творческих профессий, людях с ограниченными возможностями. Также запланированы творческие встречи с режиссерами. «Для документалистов это возможность просто найти зрителя очень часто, потому что документальное кино не имеет широкого проката. И это прежде всего возможность людям, живущим в Самаре, например, если говорить об этом фестивале, просто увидеть хорошее документальное кино». В декабре 2020 года Министерство культуры России официально присвоило фестивалю статус международного. Среди участников не только российские режиссеры, есть и гости из зарубежных стран – Швеции, Израиля, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии. «Документальное кино можно сравнить с кораблем, который плывет по волнам Большого океана. Океан – это наша с вами жизнь. И за каждой волной новый герой, новый взгляд, новые эмоции, новый поворот, новые события, рождение новой жизни. И вы знаете, наша с вами жизнь стоит из таких мгновений, которые уникальны и неповторимы, и в нашей жизни нету дублей. И вот именно вот такие мгновения и пытаются сохранить и уловить документальное кино». Итоги фестиваля подведут в субботу 20 ноября в 18 часов. Трансляцию можно будет также увидеть на официальном сайте киноконкурса.